О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОО-О-О-О-О-О-ОО-О-ОО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-. Ребятушки, я тут покушал оладушков. И решил, что стоит нам продолжить записывать игрушечку под названием UnderPane. Да, ребятки, меня возвращаемся и идём прямиком к Феде. А вот он, собственно говоря, Федя, судя по всему. И зайдя к у Феди, я увидел уютное помещение столовой. Здесь стоял один большой стол, а за стойкой стоял ещё один человека-монстр. Но почему-то Федю зовут Юви. Ну ладно, ладно, это всего лишь официант или бармен какой-нибудь. Чем могу помочь? Ты же санс, верно? Удалось прогнать это? Ага, еле-еле. Спасибо большое, мы все очень признательны. В последнее время мне не хватает ингредиентов для готовки. Кстати говоря, я достал из карманов ягоды и протянул их Юви. О, спасибо! И готовь ко мне пару блюд высоко хпшной кухни. Он тут же улыбнулся и закинул парочку ягод себе в рот, а остальные понёс на кухню. Наконец мы восстановим хп. Давайте рассмотрим, что у него тут вообще есть. Сзади мы видим такого маленького скелетика, который показывает игручке типа «ЙОУ». Также мы видим арты различные, среди которых, кстати говоря, монстрик, которого мы уже видели, такой депрессивный и грустненький. Ну и, конечно же, собачка справа. Как же без собачки? Вот где ты всё это время пропадала. Пёся! Мне ничего не оставалось, кроме как посидеть и подождать. Я отвёл взгляд в сторону и увидел Рэма и Кей, которые только что зашли и сели за стол. Больно? Уже нормально. Прости меня, не должен был к нему лезть. Всё в порядке, Рэм, с кем не бывает. Раньше я точно вечно защищал и покрывал папайруса. Он был таким несносным. Эм, это чё за доки-доки начались? Какого чёрта? Вы видели это говнище? Кто-то, по-моему, во время написания сценария резко решил поиграть в доки-доки, поиграл и такой, опа, давай мы короче баги с папайрусом сделаем, о, идея на соточку просто! Что-то мне не очень хорошо сегодня. Наконец пришёл Юви с кухни. Огощайся! Он принёс мне тарелку с ягодной кашей, посыпанной ягодами и стакан компота из ягод. Ну, в принципе, у него ничего, кроме ягод, не было, так что чего мы могли ожидать ещё? Ммм, приягодного мне аппетита! Спасибо. На здоровье! Ничего не будет от этих ягод. Нет, всё в порядке, я их обработал. Спасибо. Пойду посмотрю, всё ли в порядке у детей. Что ж, Юви отошёл, а я стал есть. Это было довольно неплохо, вкусно. Помню, как папайрус учился готовить спагетти. По-моему, папайрус всю грёбаную жизнь учится готовить спагетти. Поначалу они были так себе, но потом ему помогла тарель и... Опять папайрус. Да что ж происходит такое? Санса глючит. Чёрт. Быстро ДФ и восстановив хп, я вышел в столовой. Как всё странно, однако. Я вышел на улицу и снова оказался между домами. Больше здесь задерживаться не стоит. Да, тебе нужно бы Фриск найти, а то вдруг её тот монстр уже сожрал или забаговал. Кстати говоря, Санс может баговать из-за того, что он встретил багнутого монстра. Точно, think about it. Фриск непонятно где, я тут хернёй страдаю. Извините. Эм? Ко мне подбежал Рэм. Извините, вы не могли бы мне помочь? Ну конечно, я тебе помогу, только сначала сохранюсь. Так, давайте сохранимся. Так, оооо, где мне вообще сохраняться? Ладно, вот здесь сохранимся. Помогаем. Конечно, мы же всем помогаем. Нахрена нам искать Фриск, когда можно помогать каждому встречному? Я вздохнул. Да, конечно, малой. Спасибо. Ей нужен лёд, чтобы приложить кушево, а я не знаю, где его достать. Ничего, найдём, малыш. Спасибо большое, Санс. Рэм вдруг обнял меня, отчего я вздрогнул. Объятья стали такими непривычными, но всё равно остались приятными. Ха, пойду искать. Счастливый мальчик отпустил меня, а я улыбнулся и пошёл таки искать лёд. А мы могли просто уйти и всё, и не искать лёд. Ох, обмануть ребёнка! Это так весело! В скобочках нет. И где мне тут искать лёд? Ну, блин, а кстати говоря, реально, где искать лёд? Хотя, если это водопаде, я думаю, там довольно легко найти лёд. Там вроде снега много. А, окей, я перепутал. Сноуди немного снега. Водопаде и одна вода. Нужно спросить кого-нибудь. А, а вот и Ока. Хей, Ока. Привет, Шеллендж, перекусил? Да, спасибо за такой ягодный приём. Ты случаем не знаешь, где тут можно найти лёд? Лёд? Даже не знаю. Вряд ли в этом месте найдётся лёд. Хотя, ты можешь спросить у Лиса. У Лиса? Лис? Вот это интересно уже звучит. У неё он есть, возможно. У неё всегда есть. Ну, ладно. И где она? Вон, в том домике рядом со столовой. Вон, в заднем плане что-то похожее на лесу. Понятно, спасибо. Не, за что. Ока пошла дальше, а я направился к маленькому домику неподалёку. Сейчас мы найдём лесу. Вау! Вот это да! Вот это кек. Так, что мы можем тут рассмотреть? Господи, сколько же тут отсылочек в одном месте. Начнём сначала. Слева, сверху, прямо подо мной, находится фиолетовая шапка из ФНАФа. Под ней находится какой-то львёнок, я не знаю откуда. Дальше мы видим кисточку, которая, возможно, отсылает нас к Бенди, потому что там чернила чёрные. Я не знаю, как я это связал, но да ладно. Также мы видим магазин Джега Лиса. И тут кучу различных фигурочек. И я не знаю, откуда, наверное, половина из них. Я вижу там эмодзи луны. Я вижу там марионетку из ФНАФа ещё одну. Вижу там Метатона, видимо, из какой-то другой вселенной. Да и вообще персонажи, видимо, из разных вселенных. Окей, ладненько. Да, снизу мы видим чернильную банку из Бенди. Потом Дуатин видим из Френбоу. Вау, господи, столько отсылочек. Лайкосик. Что ещё мы можем тут интересного посмотреть? Ваша душа в надёжных руках. Регулярные лабораторные исследования звонить по телефону 9999999. Мы обязательно вам ответим! Да, вот такая вот рекламка справа у нас есть. Также рисуночек лисы с монстриком. Ну и различные фан-арты. А вот что меня реально смущает здесь, так это всратый Пикачу. Вы, блин, посмотрите на него. Пика, Пика, что с тобой вообще? Господи. Ладненько. А где лиса, собственно говоря? Я зашёл внутрь. Здесь было маленькое помещение со всевозможным барахлом. И это что? Лошадь? что лошадь с рогом приделанным и собака какого хрена приветик у тебя не найдется немного льда ой посмотрите у нее на футболочке собачка господи какая милая лиса мне нравится и это никак не связано с моим ником на ю тубе никак вообще конечно идет ся почему они пишут лис покопалась почему не лиса это же она она лиса он лис ну логично же что странное написание ладно лиса покопалась где-то у себя под барахлом и достала оттуда реальный лёд чего простите ты где лед взяла офигеть где она его взяла вот вопрос где ты берешься это барахло вы живете под землей не важно где живешь под землей на небесах главное что есть а господи еще одна ссылочка так если я не ошибаюсь это код который используется в симси чтобы получать деньги 10 лайков ребята просто вы сейчас должны поставить лайкосики под этим видосиком за эти охрененные отсылки и мордальная пушка еще и к порталу отсылки ага сделаю вид что понял так что продаешь мы спросим но перед этим сохранимся я как сумасшедший психопат просто хожу и сохраняюсь везде тут сохранюсь и там сохранюсь и ладно что ты продаешь что-нибудь у меня нет денег прибыльный бизнес однако что вы хотите купить сковородка надоедливый пес цветочек надоедливый пес и я могу купить собаку она ведь убежит от меня или эта фигурка давайте купим цветочек для фриск какой красивенький цветочек продаж господи фейворит лис взяла из воды красивый золотой цветок и протянула его мне благодарю так что продаешь больше ничего не хочу покупать неееет я не могу забрать с собой пёсика пёсика не могу забрать а если я еще тысячу раз потыкаю давай давай захоти купить мать твою санс тебе нужен пёс пёс всем нужна собака ты посмотри на её милую собаку о господи ладно чем ты тут занимаешься помимо продажи барахла конечно игра в андер тейл жру сплю и делай свою игру аааа так это разработчица игры что за игра продвух неудачников бегающих от ненормального подростка с ножом а может они разработчица игры я не знаю а или или подождите это была отсылка в отсылке в отсылке что за интерстеллар б**ский дебилизм не скажи ладно спасибо за гостеприимство и за товары не за что до скорого блин это было офигенно ну вот теперь осталось найти рэма и отдать лед скорее всего он в столовой эй рэм рэм с кей вправду сидели здесь разговаривая с юви эй мелкий держи я отдал лед рэму спасибо большое спасибо что помог рад был помочь до встречи малой увидимся санс я улыбнулся и вышел из столовой теперь мне точно пора идти надеюсь что фриски еще не превратилась в мутанта я рад что побывал здесь и помог остальным делать что-то хорошее мне определенно нравится итак мы наконец найдем фриск сегодня или нет пройдя деревушку беглецов я снова оказался меж эхоцветов кристаллов и кислотно-зеленой воды я долго шагал в такой местности пока не увидел выход из пещер заваленной камнями о господи и я убрал камни телекинезом и вышел из пещеры а там пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам господи господи как же долго я выбиралась из пещер а теперь мы видимо в это же самое время будем следить за тем что происходило с фриск прикольно на самом деле сперва я попала в пещеру где жил какой-то не слишком дружелюбный монстр от которого я еле убежала а потом еще топтала где-то час подождите почему фриск в этой вселенной такая слабая она же может поговорить с монстрами и так далее почему она все время убегает у нее же тоже решимость силы вот это все говно голова кружится я шла по длинной дороге которая вела по моему к выходу из водопадья ага интересно так ты встретишься с ансом я услышала сзади себя какой-то звук и обернулась и там пам 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 и я наконец-то вышел на свежий воздух алё я я заметил впереди себя идущий фриск и андаин чёрт бы тебя побрал о да опять эта музыка тэ 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 ладно погнали сейчас будем драться готовы нажимать на кнопки а не нужно готовиться тут не нужно я обернулась и увидел андаин ты наконец-то я нашла тебя на этот раз видимо скелет тебе не поможет а вот здесь ты ошибаешься малая эй мисс хе-хе-хе аааааа это вам цветочек ооооу всё таки я не зря взял цветочек оооооооо ооооооооо начинаю сснк Sex протянуландаин золотой цветок ты всерьез санс хренохнуландоин костью и та снова грохнулась в обморок серьёзно это была так просто просто удивительно отвлекающий манёвр лучшая тактика ничему её жизнь не учит подождите а как она выбралась из воды я думал мы ее в Колбе закрыли как консерву какой-то Сардина в консерве. Санс. Здорово. Я улыбнулась и обняла его. И он опять такой, ох, обнимашки, это так приятно. Где ты был? Я волновалась, ты провалился, даже не предупредив. Ну, конечно, он должен был. Перед тем, как провалиться, такой, ну, как бы, фриск, всё, я проваливаю. Прости, я даже сообразить не успел. Я провалился в пещеры под водопадем. Ну, я тоже там была. Похоже, мы упали в разные места. Что с тобой было? Это долгая история, расскажу как-нибудь в другой раз. Главное, что теперь всё в порядке. Ага, пойдём, нужно поскорее идти в Жаркоземье. А что делать с Андайн? Она не пойдёт за нами. Ну, почему? Во-первых, ей запрещено, во-вторых, она там зачахнет. В Жаркоземье стало ещё жарче, чем раньше. Ну, хорошо. Хм, ещё жарче? Я лобнулась ещё раз. Мне было намного спокойнее, когда рядом находился Санс. Кстати, как ты себя чувствуешь? До этого немного болела голова, но сейчас всё уже в порядке. А что? Те пещеры были радиоактивными. Думал, тебе будет плохо. Я не знала. Ну, хорошо, что обошлось. Идём. А может, не обошлось, и у неё из спины сейчас такая рука начинает вырастать такая. Ну что ж, погнали дальше в наше огромное путешествие. Ох, Жаркоземье выглядит таким многополигональным и текстурированным. Да. Мы прошли дальше и оказались в Жаркоземье. Здесь было очень жарко. Ну потому что это, блин, Жаркоземье. Как будто мы с Сансом попали в жерло вулкана. Не отходи далеко, окей? Когда бы я от тебя отходила в таком-то месте? Ну, на всякий случай. Чтобы не произошла какая-нибудь неловкость. Ты просто хотел сказать эту шутку, да? Ну, есть такое. Я усмехнулась. Всё ещё непонятно, как этот скелет сохраняет оптимизм. Я услышал, какой-то шум сзади обернулось. Ооо, ну, нам пи***. Как бы, ребята, давайте на этом заканчивать серию. Как бы, мы умрём тут без шансов. Подписывайтесь на канал. И ладно, ладно, давайте продолжать. Сзади нас было полно монстров. Что ж, опять бегать? Теперь пожаркоземью? Господи, чё за музон начался? Это, по-моему, не из Андертейла. Это какой-то тиктоник. Уп-уп-уп-уп-уп. Санс! Быстрее, беги вперёд и заходи в лабораторию. Код 3270. Сразу забегай в дверь слева, поняла? Ну? Не тормози! Подгоняемая криком Санса и собственным страхом, я рванула к лаборатории. Набрав на панели код, я забежала внутрь и... Опа. Слева, ну какая дверь? Правая, левая, вторая, первая. Так, заграняемся, быстро, быстро заграняемся. И идём в третью дверь, потому что 3 это моё любимое число. Я забежала в третью дверь. И что у нас там будет? Надеюсь, что тортик! Я оказалась в каком-то помещении, но услышала чужие голоса. Эммм, ну давайте прятаться, как завещал нам Санс. Я быстро юркнула под стол, стоящий слева от меня. И кто же это был? Отсюда и могла всё разглядеть. Здесь была очень обустроена лаборатория. У стены стоял огромный шкаф с различными склянками, препаратами, книгами, а также душами. Опять души, господи. Так, чё тут интересного? Да, в принципе ничего. Хотя слева... Этот монстр, которого мы видели в Андертейле, интересно. На стене был огромный экран, а сбоку стояла панель управления. У левой стены я увидела огромную машину, напоминающую череп. А посреди помещения разговаривали два монстра в белых халатах. Альфис и Гастер? Нихрена себе поворот. Вот чего-чего, а этого я точно не мог ожидать. Ты же знаешь, что это не твоя работа. Ты не понимаешь! Заперся здесь и не понимаешь истинных привести быдок. А теперь достань мне уже эту чёртову книгу. Скелет вздохнул, и одна из его четырёх летающих рук достала с высокой полки шкафа книгу, протянув её другому монстру. Господи, Альфис, что с тобой стало? После этого тот монстр поспешно вышел из лаборатории. Совсем стола поехавшая. Выходи. Что? В помещении только мы. Я знаю, что ты здесь. Гастер добрый? Он за Санса? Две порящие конечности вдруг взяли меня под руки и, достав из-под стола, поставили перед скелетом. Отпустите! Не кричи. Ты бы вряд ли захотела встретиться с Альфис лицом к лицу. Ну да, я бы не хотел, чтобы меня пытали там. Где Санс? Вот это Фрис, конечно, партизан. Ты боишься меня. Понимаю. И я не причиню тебе беспричинного вреда. Разве не Санс направил тебя сюда? Я, эм, да. Меня зовут доктор Гастер. И я королевский учёный. Интересно, а что с Гастером было в оригинальной вселенной? Напишите, пожалуйста, в комменты. Мне будет интересно почитать. Ну или напишите в мою группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Или подпишитесь на мой инстаграм и напишите туда. Ссылочка будет тоже в описании. Почему Санс решил меня направить прямо в лапы королевским учёным? Как я уже сказал ранее, я не причиню тебе вреда. Но почему? Разве вы не служите чаре? Или... Я не люблю понятие служить. Предпочитаю понятие принуждения. Вы как Санс не хотите, чтобы правила чара? С некоторых пор мне стало наплевать на то, что творится в этом месте. Но она определённо лишняя здесь. По крайней мере, если монстры хотят счастливый конец. Санс остался снаружи. Он хочет задержать монстров. Не волнуйся. Тогда он скоро придёт. Почему вы так уверены? Потому что... Ого, спаде, хорэ колдовать! Там справа монстр появился, его ведьмодух. Отвали. Что? Ничего, извиняюсь. Он пугает меня. Где же Санс? Не думаю, что Альфис или чара заявятся сюда скоро. Альфис пошла на обход заключённых и хочет провести один опыт. А чара не появится здесь ещё дней пять. Чувствуй себя в безопасности, пока Санс не придёт за тобой. Ха, хорошо. Но стоит ли мне оставаться здесь? Вдруг это всё ловко? А может, я просто перепутала двери? Эм, я, в принципе, доверяю Гастеру, он довольно адекватный. Так что давайте останемся, но сохранимся. Так, остаёмся. Выходить сейчас опасно. Лучше я доверюсь им. Гастер отошёл к каким-то чертежам, лежащим на столе. Похоже, он не сильно интересует со мной. Я осмотрелась. Хоть лаборатория выглядела прибранной и аккуратной, всё же кое-где был мусор и разбросаны документы. Я решила взглянуть на них. Взяв с полки шкафа листок, я прочитала. Так, 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 что тут у нас интересного? Эксперимент 413. Альтернативные вселенные. Гипотеза о том, что во временном континууме существуют альтернативные версии нашей вселенной. Ну, это понятно, что они существуют. Статус XXX до конца не доказано, но есть некоторые факты, которые подтверждают нашу гипотезу. Идёт разработка машины XXX. Запуски терпят неудачу, разбираемся в неполадках. Машина сработала, но королева не спешит с использованием. Ждём дальнейших указаний. ОДОБРЕНО! Подпись Гастер, Альфис и Чара. Хм... Значит, они создали машину, которая позволяет путешествовать по вселенным? Ничего себе! Неужели такое возможно? Да, в этой вселенной возможно всё. На соседней полке лежал ещё один документ. Я взяла его в руки. Опа, ещё один эксперимент. ПСИХИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ПУТЁМ УБИЙСТВ ПЫТОК ШУМОВ РАЗНОЙ ЧИСТОТЫ ПОГРЕБАНИЕ ЗАЖИВО РАСЧЛЕНЕНИЕ БЛИЗКИХ НА ГЛАЗАХ ПОДОПЫТНОГО ПОТВЕРЖДЕНИЕ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ Ссылание в камеру одиночного заключения Проведение других опытов на глазах подобного и так далее. Статус на всё время активно. Господи! Подобные рано или поздно сходят с ума, Начинаются галлюцинации и болезни. Хорошая среда для изучения болезней у душ. Ядрить, колотить. Вы чё, с ума сошли? Какая же жесть творится в этой вселенной. Какой ужас. Что-то мне больше не хочется пересматривать документы. Как у них рука поднимается совершать подобное. В любом случае, лучше я становлюсь на узнанном. А я бы почитал ещё. Мало ли какие опасности ждут нас в этом мире. Я оглянулась и увидела под столом смятый лист, Который наполовину завалился на зашкаф. Что ж, давайте достанем его, я даже сохраняться не буду. Интересно, что там? Я села на колени и, протянув к листу руку, достала его из-под стола. Эксперимент 278. Слияние душ человека и монстра. Количество подопытных 20. Потнято душ 38. Неудачно 18. Количество смертей 3. В человеческой душе была добавлена среднестатистическая душа монстра. Слияние произошло болезненно для всех людей. Выявлены некоторые последующие симптомы. Головная боль, рвота, глюцинации, изжога, жар. Все они были помещены в отдельное хранилище под воздействием катализатора. А попозже они были помещены в катакомбы с радиацией, отходами для скорейшего слияния. Мгм. Но мы их уже встречали. Как интересно и как жутко. Что же с ними теперь? Эй! Сейчас он скажет нам не лезть в документы? Стрипетнувшись, я поднялась с пола. Гастро вздохнул и взял у меня документ. Чаро и Альфис никогда не моют руки, прежде чем брать документы. Хмм. Эксперимент 278. Боже мой. Мы совсем забыли об этом. Нужно будет сегодня же отправить к ним проверяющих. Нееет. Что я натворил? Твою мать. Нееет. Все испортится. Какой ужас. Они уже должны были мусировать. Нееет. Блиеееен. Вот это жопа. А я даже не сохранился. Вот дерьмо. Гастро отошел задумчивым видом и документом в руке, а я просто смотрела вслед. Чем бы здесь заняться? Санса до сих пор нет. А если с ним что-нибудь случилось? Все-таки что я здесь делаю? Доктор Гастро? Да. Чаро тоже занимается наукой здесь с вами? Верно. Ну разве она не должна править? Ей доставляет удовольствие самой участвовать в опытах и пытках. Она считает себя ученой тоже. И она не дурна в этом плане, но несерьезно. Вы знаете что-нибудь о ней? Что за допрос, юная леди? Простите, мне просто нужно знать, чтобы... Спроси это у Чары сама, и я не слежу за ней. От него не веет дружелюбием. Эх, если он и правда мой друг, то я бы хотела повадить с ним. Даже с Сансом договориться было легче. Да Санс сам с тобой договаривался, что ты несешь? Я вздохнула еще раз, взглянула на шкаф. Попробую что-ли почитать что-нибудь. Что-нибудь не сильно кровавое. Я подошла к полкам и стала их осматривать, ища глазами интересное название. Сущность души. Мне интересно, чем моя душа такая особенная? Я потянулась за книгой. Но она стояла на верхних полках, и конечно же я не дотянулась. Просить Гастера? Я его отвлеку. Эм, ну, а вот теперь сохранимся и попытаемся достать самой. Потому что просить Гастера не стоит. Он какой-то вредный. Лучше не буду. Попробую достать сама. Лестницы поблизости видно не было. Надеюсь, что я не разнесу все души в пух и прах. Придется строить башни из коробок и стульев. Итак? Мне и правда удалось построить подобное сооружение, и Гастер меня не спалил. Стараясь как можно аккуратнее и тише, я полезла по своей конструкции наверх. И? Ну, конечно. Классика. Ой! Я вместе с моей башней полетели на пол и громко упали. Ты хоть понимаешь, что тебя могут услышать? Попростите! Если не знаешь, чем себя занять, кроме как мешать мне, то лучше поиграй с Альфером. Альфер? Это еще кто? Альфер? Да. Ему как раз не хватает внимания. Гастер подошел к какой-то небольшой клетке, которая стояла у шкафа и открыл ее. Охренеть! Это дракон! Причем дракон-скелет! Вау! Оттуда вышел маленький дракончик. Скелета-дракончик. Какой хорошенький. Только, пожалуйста, не шумите! Хорошо, доктор Гастер! Четыре парящих руки стали собирать вещи, которые остались от моей конструкции. Я посмотрел на дракончик, который уже весело прыгал у моих ног. Господи, какой миленький. Похоже, он любит выходить из клетки. Ну, привет! Чем займемся? Озвучивай драконов, это мое все. Дракончик стал прыгать от меня, очевидно, предлагая сыграть в догонялки. Это слишком шумно, Альф! Ну, мелкий поскакал по коробкам, столам, книжным полкам и документам, раскидывая все, что попало. Нет! Постой! Я погналась за ним с намерением остановить. Но он слишком проворный и быстрый. Альф! Ай, классика. Четно пытаясь догнать несносного дракона, я врезалась в Гастера. Бедный Гастер. Просто посмотрите на него, и вот так все это задолбало уже. Вы простите, доктор Гастера, он первый начал, а я... В угол. Оба. А дракончик его тоже слушает? Мы с Альфером сделали смирный вид и сели в угол помещения. Гастер тем временем продолжал работу. Вот надо было тебе так играть! Эх, ладно, теперь уже ничего не сделаешь. Дракончик с виноватым видом забрался ко мне на колени и пригрелся, свернувшись кулачком. Хе-хе, все-таки ты очень милый. Что же ты забыл в таком месте? Ну, мелкий уже спал. Я улыбнулась и стала поглаживать его, отчего тот издавал приятные звуки, как мурчащая кошка. Интересно, каково это гладить скелета дракона? Как думаете? Скелет посмотрел на нас. Доктор Гастер, все в порядке? Знаешь ли ты, что вне нашей временной линии этому малышу сотни лет? И сейчас ты напомнила мне кое-кого. Вот только этот кое-кто уже давненько здесь не появлялся. А она тоже ему нравилась? Она? Доктор вздохнул. Не важно. Наша гипотеза до конца не оправдалась, так что пусть она остается лишь моей фантазией. Доктор Гастер! Да? У вас есть семья? Они в руинах? У меня нет семьи. И я не помню хоть кого-то родного в этом месте. Доктор! М? Присядьте сюда. Гастер постоял еще немного, с недоумением посмотрев на мою глупую улыбку, но все же опустился рядом. Маленький Альфер приоткрыл глаза и весело вильнув хвостом, перебрался на колени Гастера. Доктор Гастер, вы считаете меня наивной? Господи, это похоже на какой-то флирт неловкий. О чем ты? Ну, то, что я попала сюда, рискуя жизнью. В этом есть доля глупости. Я не понимаю чувства, которые движут тобой. Мною движет. Любовь! Конечно! Нерешимость! Любовь! Любовь правит миром! Любовь! Я как будто попал в какую-то мелодраму. Вау! А вот этот арт, видимо, рисовал совершенно другой человек. Я хочу дарить свою любовь остальным. А, ну тут, видимо, кучу различных артов. Прикольно. И когда я ее делаю, это она обязательно возвращается ко мне в двойной порции. Я пошла сюда, чтобы изменить это место к лучшему. Я не уверена, выйдет ли у меня, но я хочу постараться, чтобы все монстры однажды узнали, что такое любовь. Как мило. Доктор Гастер, каждому нужна хотя бы капелька любви. Я знаю, что вам ее не хватает, ведь так? Поэтому я всегда готова поделиться своей. Эммм... Спасибо, Фриск. Наверное, ты права в чем-то. Чаю? Гастера на плече, и они вместе подошли к столу, достав кружки для чая. Я с улыбкой взглянула на них. Даже в таком мрачном монстре, как Гастер, найдется та любовь, которая так нужна этому месту. Я рада, что смогла смягчить доктора Гастера. Надеюсь, что у меня стало на двоих друзей побольше. Фриск, идем. Я встрепетнулась и подошла к столу, на котором меня уже ждала моя кружка чая. Вау, вот это клевый арт. Лучший наставник. Прикольно. Правда, Фриск здесь на себя не похожа. Мы хорошо посидели вместе. Гастер рассказал мне больше про душ, а я рассказала ему про наши с Сансом приключения. Мы со смехом вспоминали бедную Андайну и то, как один раз Гастер перепил Санса в баре Грилби. Все-таки, несмотря на то, что Гастер королевский ученый, проводящий ужасные опыты и эксперименты, он остается монстром, который хранит в душе теплые моменты. На самом деле, он знает, что такое любовь, просто ему не удавалось до конца осознать ее присутствие в своей душе. Мне было хорошо. Гастер, откуда у тебя эти трещины? Это? А, ну как-то раз я упал в ядро. В ядро? Да. Очаг магической энергии подземелья. Я создал его еще очень давно. Ну как вы упали в свое же творение? Это было довольно глупо. Я совершил простую и ясную ошибку, которую не замечал до конца. Из-за этого, спустя какое-то время работы, ядро дало сбой. В попытке исправить систему, я канул в небытие. Но как вы выжили? Спустя довольно длительное время, меня вернули к жизни Чара и Альфис. Они доработали машину, которую изобрели мы с Сансом. Вы с Сансом? Да. Когда-то мы с Сансом работали бок о бок. Видишь мою кружку? Санс подарил ее мне, когда ему было лет 11. Молчий наставник. Как мило. Мило. Санс забрел ко мне в лабораторию, когда ему было еще 10. Он начал совать свой нос в мои эксперименты и разработки, сколько я его не уговаривал не приходить в лабораторию. Но я увидел, что в нем есть интерес и потенциал, поэтому решил взять его в качестве ассистента. Мы начинали с малого. Изобрели машину, преобразующую лед, машину для чистки продуктов и так далее. Потом мы стали делать нечто более значительное. Машину, которая смогла бы переместить нас в безграничное временное континуум, находящееся за пределами нашей временной линии и вселенной. Но потом случилось это. И Санс не стал завершать начатую работу. А я не виню его. Эта машина довольно опасна, он и сам мог пострадать при ее разработке. Ну как с помощью этой машины вернули тебя? О какой вообще машине идет речь? Что-то я вообще запутался в этих машинах ваших сраных. Все мое внимание сейчас сосредоточено на дракончике. Посмотрите, какая у него морда милая. Дракончик классный. Неужели после падения в ядро ты находился во временном континууме? Я не помню. Доктор, что это за машина в виде огромного черепа? Машина по извлечению и добавлению РШ. РШ? Решимости. С помощью этой машины мы добавляли киллером решимость Чара. Разве? Чара не должна была уже потерять всю свою решимость? Она же отдавала ее многим. Честно говоря, я сам еще не до конца понял, что с ней не так. Ее решимость, она не исчезает. Ее нельзя выкачать. Она безгранична. Пам-пам-па-а-а-а-а-ам, Господи. Такой саспальс на Виллиша пидцесс. Это все так странно. Я хотел обознать больше, но знание лишь губит во мне надежду. Думай о хорошем Фриск. Ты справишься. Опа, все, атас, Санс пришел. А? Что, блин, тут происходит? Зачем Санс схватил ее и посадил на плечи? Что за бред? Санс! Побежали, Фриск! Куда? К Чарля! Санс, мы тут чай пьем вообще-то? Плевать, я сейчас готов хоть на край света бежать. Ха-ха, Санс, что случилось? Санс, успокойся немного и отпусти Фриск. Зануды. Что с Сансом произошло? Обычно не ведёте себя как сумасшедший. Санс опустил меня обратно на пол, и я лобнулась. Санс, ты чего такой возбуждённый? Я пытался запутать свой след, убегая от монстров и пробежал километров пять. Пробежка бодрит, Фриски! Я рада, что ты в таком веселом настроении, Костя. Эх, неплохо, малая. Правда, я думала, что ты наоборот устанешь. Не знаю, от чего это зависит, но иногда я очень сильно устаю от нагрузки, и иногда это приполняет меня энергией. Здорово. Так, давайте присядем и допьём чай без воплей. Посмотрите на Санса, он тут как будто такой малыш бегающий на коротеньких ножках. Наконец мы более-менее усмирили Санса, и он сел с нами. Он безумно куторотурил о том, как он бегал по лаборатории, сносил учёных, а потом спрятался в женском туалете. Охрененные истории у Санса, конечно. Нам с Гастером оставалось лишь посмеяться. Боже мой, что ещё нужно человеку для счастья, кроме тройки, хороших друзей и кружки тёплого чая в руках. Когда Санс совсем успокоился, и мы допили чай, говорив ещё немного, мы решили отправиться в путь, пока Альфис тут нет. А Гастер теперь пойдёт с нами, или что? Или как? Или почему? Спасибо, что приглядел за малой Гастер. Мисс проблем. Жду вас в гости ещё разок. Нет, мы пойдём вдвоём. Мы снова соберёмся, когда уже будем на поверхности. Хороший настрой. Что ж, надеюсь, так оно и будет. Альфир тоже попрощался со мной, перепрыгнув мне на плечо и потерявшись мордочкой о щёку. Блин, хочу себе теперь костяного дракончика. Сколько стоит создать костяного дракона? Я думаю, бесценно. Пока, Альф. Выпускай гулять его почаще, Гастер. Обязательно. Пошли, Фриски. Удачи. И вам. Я улыбнулась до ушей, заставив мрачное лицо доктора улыбнуться ещё больше, после чего мы с Сансом вышли из лаборатории. Ну что ж, отправляемся в путь! Да? Да, давайте. Из-за уютной атмосферы королевской лаборатории я снова попала в холодные серые стены. И, ребятки, мы на этом пока остановимся. Так что давайте ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте, что с вами сегодня был Фокс Нео. Да, это я. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!